Новости Ольга Болдырева В Лабутнанге и Харпе продолжают вакцинировать людей от коронавирусной инфекции. Ежедневно в округе заражается порядка 70 человек. Ямальские дороги – вторые в рейтинге самых безопасных дорог России. Данные приводят РИА Новости. С опережением графиком. Догазификация частных домовладений в Лабутнанге выходит на финишную прямую. 1 сентября за парты в ямальских школах сядут и дети из Луганской и Донецкой народных республик. Условное возгорание на электростанции пожарные отработали действия на важнейшем объекте жизнеобеспечения города. В настоящее время в Российской Федерации отмечается рост числа новых случаев заражения COVID-19. В нашем регионе ежедневной инфекцией заражается порядка 70 человек. По данным на сегодня, 23 августа, на Ямале зафиксировано 139 044 случая заражения коронавирусом. Болезнь, по словам медиков, в большинстве случаев протекает в легкой форме. Между тем, врачи рекомендуют не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски и вовремя вакцинироваться. Медики отмечают, что на фоне роста заболеваемости в округе фиксируется и увеличение прививающихся. Вакцины против коронавируса имеются в достаточном количестве во всех муниципальных образованиях. Привиться можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Ежедневно в Лабутнанге прививаются десятки людей. Желающих сделать прививку ждут и в Харпской больнице. Мы считаем, что это обязательное мероприятие, как вакцинация, так и ревакцинация. Она проходит каждый день в определенные часы в прививочном кабинете, в кабинете вакцинации. Там работают фельдшер, медсестра. Люди записываются заранее, приходят и получают вакцинацию. Мы считаем, что это обязательно, потому что защита от ревакцинации гораздо лучше, чем у тех людей, кто переболел. Вакцинироваться можно любой вакциной, какая есть – гамковик, вак, эпивак, корона. Ну и все вакцины, которые имеются у нас в наличии. Вакцины есть. Не стоит забывать и о том, что осень – самое время привиться и от возможных сезонных инфекций. На Ямал поступила первая партия вакцины от гриппа. Почти 125 тысяч доз препаратов СОВИГРИП и УЛЬТРИКСКВАДРИ доставили на окружной склад Ямальского центра СПИД. Сейчас вакцину распределяют по медицинским учреждениям. Ямальские дороги вошли в число самых безопасных в стране. В рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие текущего года от РИА Новости Ямал стал вторым среди субъектов с самыми низкими показателями аварийности. По данным МВД России, в целом по стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось более чем на 7%. На Ямале также отмечается снижение показателя смертности на дорогах. Так, по состоянию на начало августа, количество ДТП с пострадавшими снизилось на 30% по отношению к значениям прошлого года. Этого показателя удалось достичь за счет комплексного подхода к строительству и ремонту автодорог. Обустраиваются тротуары, ливневки, ограждения, производится замена опор лэб и светильников. Снижение показателей аварийности и смертности обеспечивается комплексом мер в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и региональной государственной программы развития транспортной инфраструктуры. В этом году работы ведутся на всей протяженности региональной трассы и в каждом муниципальном образовании. В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. Это становится возможным в тех населенных пунктах, где уже имеется газораспределительная инфраструктура. В Лабутнанге процесс подведения газовых сетей к участкам частных владений идет с опережением графика. Сегодня в центре нашего внимания переулки Дачный и Ягодный, а также улица Сибирская. Несколько объектов на этих адресах подлежат до газификации. Владельцы частных домов в скором времени получат возможность завести голубое топливо непосредственно в свои жилища. Работы на данных участках уже на стадии завершения. В течение двух ближайших дней газовики поставят трассу под давление и подготовят к сдаче. Подрядная организация предприятия «Гургаз» задействует 11 специалистов разных профилей. Привлекаем людей из разных городов. У нас люди есть из Ростова-на-Дону приезжают, из Воронежа, из Челябинска. Отовсюду много людей приезжает. Все помогают нам. Это лучшие специалисты своего дела? Да, лучшие специалисты своего дела. Плюсы пользования природным газом очевидны. Во-первых, собственник заплатит лишь за работы на своем личном участке и внутри дома. А дальше начинается простая экономия. Обогревать помещения газом намного дешевле. Процесс до газификации охватывает все уголки России. Разница в работах обусловлена лишь климатическими особенностями. На севере, я думаю, в связи с погодными условиями может быть чуть-чуть сложнее. У нас раньше приходит зима, холода. И вот с этим может быть чуть-чуть сложнее будет. А так, лето, как в этом году, нас очень радует. С опережением графика, мне говорили, да? Да, идем мы с опережением графика. У нас по графику окончание 30 октября. Но, думаю, мы закончим раньше. В планах до газификации на текущий год в Лабытнанге 36 объектов. По прогнозу подрядчика, работы могут завершиться уже в сентябре. Ольга Болдырева, Дмитрий Сверид. Программа «Время местное». В наш регион из Донецкой и Луганской народных республик прибыли 167 детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом году, 1 сентября, в школах Ямала за парты сядут 52 ребенка с Донбасса. Более 20 детей пойдут в детские сады. Четыре студента будут получать знания в учреждениях среднего профессионального образования. Все школьники и студенты колледжей будут учиться по программе образовательных организаций, принятой для всех обучающихся. Чтобы помочь адаптироваться к жизни и учебе в новых условиях, с детьми и подростками будут работать квалифицированные педагоги-психологи. При необходимости любой ребенок сможет обратиться к ним за помощью. Всего же с начала спецоперации на Ямал приехали 680 человек с Украины, а также из ДНР и ЛНР. Сегодня произошло условное возгорание и разлив машинного масла в одном из помещений на электростанции по улице Энергетиков. Пожар на таком объекте имеет второй ранг. Он считается повышенным и присваивается, когда обстановка становится критической. На борьбу с огнем выехала служба пожаротушения. Таков ход сценария по плану масштабных учений. В 10.00 на улицах города раздался звук сирены. 10 единиц техники МЧС и 48 человек личного состава было привлечено на условный пожар электростанции. Согласно тактическому замыслу, произошло возгорание ГТГ номер 1, розлив машинного масла, розлив во всем машинном зале. По условной водной необходимо подать стволы ГПС-600 пенообразователям, также стволы на охлаждение несущих строительных конструкций внутри здания. Объект специфический, является энергообъектом. Приступать к тушению пожара разрешено только при получении наряд допуска от старшего дежурно-смены на объекте. Также необходимо учитывать нюансы по заземлению стволов, заземлению насосов на пожарных автомобилях и работа внутри здания на тушение в теплоотражающих костюмах. Первым делом необходимо сделать заземление стволов и насосов пожарных машин, чтобы защитить работающих от напряжения. Затем огнеборцы надевают на боевую одежду защитные теплоотражающие костюмы. Здание имеет металлический каркас и поэтому быстро нагревается. Такие костюмы спасут их от теплового удара и потери сознания внутри помещения. В ходе учений пожарные осмотрели объект на предмет обнаружения пострадавших. Сегодняшнее массовое учение не случайно провели именно сейчас. Впереди осенне-зимний период. Сотрудники МЧС проверили важный объект жизнеобеспечения Лабытнанги. Был организован штаб, боевые участки по тушению пожара и защите несущих конструкций. Все действия отрабатываются ежегодно, чтобы в случае реального пожара как можно быстрее его локализовать. Анастасия Шиховцова, Григорий Волков, программа «Время местное». Еще одним хлебным местом в Лабытнанге стало больше. На днях в центре города открылась новая пекарня «Мамин хлеб». Она удивила лабытнанцев своим богатейшим ассортиментом. Открытая по франшизе специалистами из Ижевска, пекарня является одним из многих заведений большой сети. Подробности в следующем сюжете. Круассаны с шоколадом, сочни с творогом, гребешки с ягодой, булочки, ватрушки, растягай, пироги большие, пирожки маленькие, с хрустящей поджаренной корочкой и едва подрумянинные. Выпечка на любой вкус и размер кошелька. «Мамин хлеб» – новая пекарня в Лабытнанге. Это большая сеть пекарен. У нас по всей России более 175 точек, и мы находимся в более чем 75 городах в России, и в том числе у нас есть пекарня в Казахстане. Открыть пекарню в Лабытнанге предприниматели побудил хороший опыт развития данного бизнеса в окружной столице. «Мамин хлеб» быстро обрел популярность у местных жителей. И в городе Семилистынис уже есть свои покупатели. «Да, возвращаются и говорят нам свои отзывы. Хорошо, что положительные. Мы очень стараемся, чтобы были только положительные отзывы. Предлагаю, советуем, что сами тоже попробовали. Конечно, попробовать у нас много что есть. Сами еще все не припробовали, но стараемся». Вы только что вышли из пекарни. Ваши впечатления? «Так очень хорошо. Выбор большой. Все свеженько и обслуживают хорошо. А что нам надо? И рядом. Молодцы, молодцы». Секрет успеха прост, говорит ведущий пекарь. Производство комплексное. Продукция из печи сразу попадает на прилавок. Вести выпечку никуда не надо. Плюс качественное сырье и проверенные рецепты. «В рецептуре прямо как дома у мамы. Поэтому мы так и называемся. Мамин хлеб. Потому что мы все печем тут. Тесто тоже замешиваем сами. У нас все сырье наше, отечественное. То есть никаких нет импортозамещений. У нас нет никаких улучшителей, разрыхлителей. То есть у нас все сырье натуральное». «Обслуживание, во-первых, очень хорошее и очень красиво. И ближимся к большим городах. Мы были в отпуске. Там тоже выпечка на выбор очень много. Мне дети сказали мои. Мы решили сегодня зайти и купить. Большим городам просветание. Очень уютно у них, красиво очень. Гостеприимно. Советую всем зайти попробовать». Пекарня «Мамин хлеб» открыта каждый день с 9 утра до 9 вечера. А в последний час работы, говорят, действуют большие скидки. Впрочем, есть они и утром. Ирина Якубова, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbt.defis.tv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях. В том числе на канал в Телеграм, где мы размещаем оперативные сообщения и новости. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!